Привет, МТГшники! Меня зовут Дима и вы смотрите канал МТГ Сибирь. Спасибо, что пришли. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать и нажимать колокольчик, чтобы мне пригласить новое видео. Сегодня я хочу поиграть такой колодой. Не знаю, насколько она вам будет интересна, но по крайней мере мне интересна уж очень. Она мне интересна своей механикой. Механика обычная для МТГ, но не обычная для современного стандарта, потому что таких колод очень мало. Это колода Сибик Каунтерс, как вы уже видите, как вы могли видеть по заставке и по описанию к этому. Предполагает в себе синий-зеленый цвет колоды на существах, которые получают каунтеры, а мы в свою очередь от этих каунтеров получаем какие-то преимущества и плюшки. Давайте глянем, ребята, что я тут накурил. Три инкубации и соответствия. Инкубация позволяет нам посмотреть пять верхних карт библиотеки и выбрать из нее карту-звечку существа, положить к себе в руку. А несоответствие может изгнать целевое существо, наше или оппонента, и положить вместо него существо 3-3, зеленая лягушка-ящая. Четыре дикорастущих шатуна. Естественно, как же зеленые колоди на каунтер и без него. За две маны 1-3, каждый раз, когда существо использует под нашим контролем разведку, мы кладем на него плюс 1-1 каунтер и геним 3 хита, что для нас очень важно и очень полезно в игре против быстрых агр, либо против бурна. Два друида инкубации помогают нам разогнаться по мане и быстрее поставить какие-то большие существа или скастить какие-то большие спеллы. И также он имеет абилку адаптации. Что это такое? За 5 маны мы кладем на него 3 жетона, плюс 1-1, и после этого он уже за этап умеет добавлять 3 маны вместо одной, что для нас тоже очень полезно. Но в первую очередь главная адаптация. Четыре мерфлокадреволаза разведку используют, кладет на себя каунтер или не кладет, неважно, но качает дикорастущую шатуну. То же самое и разведчица неферцелова света, которая использует дважды разведку и может дважды на себя каунтер положить. Четыре стража инкубаторного зала, очень качественное существо из выбора равники, мне оно очень симпатизирует. За 2 маны существа 2-2, за 3 маны адаптация 2, и когда на него кладутся каунтера плюс 1-1, неважно, из-за адаптации или не из-за адаптации, мы можем найти в нашей колоде копию этого существа и положить к себе в кругу. Одну код, два возвышения симиков, за 2 маны чары, за 3 маны мы можем положить жетончик плюс 1-1 на любой из наших существ. И каждый раз, когда какое-то количество жетонов помещается на любое существо по нашим контролям, только же получает и возвышение симиков. При этом у него вся билка, что в нашем откипе, если в этом чаре есть 20 жетонов, то мы выиграли игру. Одна копия весьника тайных потоков. Очень интересная карта именно в этой колоде, поскольку помогает нам без вазелина проходить прямо в оппоненту в мордашку и наносить столько дамага, сколько нам угодно, при условии, что эти существа, которые пошли в атаку, имеют на себе каунтер плюс 1-1. Две тиганы утопийских ораторов, за 4 маны 4-4, когда она входит в игру, если на ней есть жетоны плюс 1-1, мы дровим карточку, точнее, если на ком-то есть, извиняюсь. И за 6 маны адаптация 4, и при этом все существа с жетонами у нас имеют пробивной удар. Три плащаносных мистика, просто потому что это очень качественное существо с монокостом, позволяющим нам играть именно им в этих цветах. За 4 маны, 2 зеленых, 2 синих, 3-2 с мигом, когда входит в игру, отменяет целевое заклинание. Две биогенных слизи, существо, которое не просто разрастается, но и кладет каунтеры на себе подобных. Два прыгучих жибоящера, очень тоже интересное существо за 5 маны, 3-3 с пробивным ударом, но когда он входит в игру, мы можем убрать любое количество жетонов с любых наших существ, и он получает в 2 раза больше этих жетонов. При том, что он с пробивным ударом, это одна чарующая мелодия, чтобы получить контроль над каким-то существом, под контролем оппонента, и три кразиса, и мана база. Что касается сайда, в сайде у нас 1 погружение вглубь, чтобы защищать наших существ, 3 цепких когти против чего-то, что работает с кладбищем, 2 отвергнуть, 2 призывательных удара, это наши каунтерспелы, помогающие нам в борьбе с, допустим, мидренджами или контролями. Вот, одно благословление геи я теперь кладу в сайд, если у меня есть зеленый цвет, потому что против милинга эта карта выигрывает нам игру. Три возвращающихся к стокам, чтобы убить чары, и три вивенрид против игры, тоже с какими-нибудь деками на чарах, либо при игре с контролями, очень сильно помогает. Вот такая колода, что касаемо игры, сейчас попробуем ее затестить и посмотреть, что же будет. А пока мы ищем оппонента, хочу сказать несколько слов благодарности в адрес такого замечательного человека, как Данил Добрынин, который помогает мне с монтажом роликов теперь, и помог мне с оформлением канала. Спасибо, Даня. Ну что, мы ходим первыми, это замечательно. Давайте походим. Рука достаточно сносная. Даже не то, что сносная, нормальная такая рука. Давайте кипнем ее. Третья мана, и вообще все будет хорошо. О, оппонент с нами решил поздороваться. Привет, говорит. Привет, оппонент. Как у тебя дела? Че, кого? Сколько троек сегодня получал в школе? О, загнанный свидетель. Хм. На что-то мне это намекает. Наверное, то, что у нас сейчас будут бороть маленькие белые существа. Быстро и четко. Но, дико растущий шатун, как бы тоже намекает вслед оппоненту, что не так это просто будет делать. О, это бело-черное по смерти. Прикольно, ребята. Мне нравится. Я люблю этот дек. Так, вопрос. Что сейчас поставить? Возвращение семиков или разведчицу? Я думаю, что разведчицу будет интереснее. Земля. Yes. О, мерфлый кудриволаз. Отличная карточка для нас. Я думаю, мы оставим. Погенем 6 китов. Уже оппонент будет не так просто нас пороть. Атака на 3. Я думаю, что сейчас свидетель встанет в блок. Но для нас это тоже хорошо. Нет, не стало. Если бы он стал в блок, то у оппонента было бы на одну кричу меньше, которую ему было бы приятно пожертвовать. Вот так скажем. Но эта дека мне нравится. Я играл похожие деки. Вы можете посмотреть ее у меня на канале. Найдете очень легко. Называется Арзова по смерти. Причем я играю ей в двух вариантах. Стейс и Бистейс. Так, это Морду. Мученица Заката. Интересно. Это очень интересно. Ладно. Вопрос, будет ли он сейчас жертвовать? Или оставит ее для блока на свете? Вот так он, наша разведчица нефритового света. Видимо, он решил... Не знаю, что он решил. Походу, он просто долбоеб. Смотрите. Если он сейчас сыграет это инстантой, то он добавит себе две черных маны. И я, в принципе, не вижу вариантов, чтобы он мог за эти черные маны сыграть, потому что дек это кричевая, и в ней преимущественно лежат кричи. Но, видимо, атаку вот ему нужнее. Ладно. Давайте возвышение семиков. Давайте. Мерфолк треволаз. Положим два жетона на возвышение семиков сразу же. Это будет прикольно. А, нет. Один жетон. Один жетон точно. Да, один жетон положим. Ну, ладно. Один жетон тоже не чёток. Прикольно было бы поставить прыгучего жабоящера, потому что он с трэмплом, он здоровый. И, блин. Чё в атаку? И он тогда сможет просто пробивать всю эту мелочёвку. Атака на 4 удалась. Так, давайте ещё раз почитаем. Прожертвуйте два других существа. Каждый из любого количества целевых игроков теряет две жизни и жертвует существо. А, я почему-то думал, что у нас ещё дискартит. О, Джудит. Джудит, это прикольно. Ну, блин. Даже не знаю, насколько сейчас она полезна. Полезна, конечно, очень. У нас 27 хитов. Атака на 2, атака на 5. О, б-б-б-б-б. Куда бы стать в блок? Я думаю, что можно, в принципе... Хотя нет. Давайте нет блоков. Пускай пройдёт на 5. Я не против. Вот ради чего тут красный цвет. Ради Джудит. Всё ясно теперь. Хотя ещё и... Гоблина было бы неплохо запихать. Вот это прикольно, да. Хотя сейчас есть более лучшие карты. С посмертием, которые именно работают. Так что, насчёт этой спорный выбор. Я думаю, что тоже существо, которое кладёт... Которое с Виджелансом кладёт Токена Флайера, качественнее. Ну ладно. Это чисто сугубо моё мнение. Так, так. А, ты вот так вот решил разобраться, да? Всё, понял тебя, чувак. Не вопрос. Я пожертвую существо. Слушайте, неплохо, неплохо. Мне нравится. Надо будет посоветиться против этой деки хорошенько. Так. Блюстительность ордов. Вот это уже не очень хорошо. Для нас, по крайней мере. Ну, что мы придумаем? Давайте мы поставим остров. Вопрос, стоит ли ставить Прибучего Жабоящера. Я вот даже, если честно, и не знаю. Так, ну, нам его в любом случае, наверное, не убьют. Поэтому я думаю, что оставить смысл есть. Давайте поставим Прибучего Жабоящера. Заберём отсюда, допустим, два каунтера. И вот он такой вот, 7-7. Красавчик. Сюда 4 жетона легло. Тут стало 5 жетонов, да. И ход передадим. Вот это нам неприятно. Вот это лучше. Вот это лучше, чем вот это. Правда. Оно намного лучше. Но если сравнивать именно по редкости, то Мучин Дагадзе тоже хуже, чем тот черно-белый существо. Не помню, как оно называется. Антифик Розова, что-то нет. Что-то другое. Ну, короче, вот вы поняли. За две черные-белые, Виджиланс, 2-1. По смерти, 1. Так, ну что, ребята. Сейчас я уже себя не так комфортно чувствую. Как чувствовал раньше. Такены в атаку, но такены нам и никогда страшны не были. Давайте ставим под одного. А второго, я думаю, остается на слонец. 5 дамага. Я не вижу вариантов, как ты мне сможешь внести Жабоящеру дополнительно. Пока что. Поэтому вот так. Но идея мне очень нравится. я хочу собрать такую же колоду. Ребята, если вам тоже нравится эта колода, против которой я играю, напишите мне в комментариях, и я тогда соберу морду на посмертии. Или морду аристократа. Не знаю, кто это называет. Для меня это больше морду на посмертии, чем аристократа. Именно уже такой приближенный билд с жрицей забытых боков. Про двумя пока их две, но все равно. Жертвуйте существо, дадите вопрос. Две маны оппонента добавились. Унижение в чары. Окей. Что-нибудь еще? Полуночный жнец. Окей. Итак. Давайте поставим вот такого председателя. И ход передадим. Так. Участи волотарь для оппонента. Вопрос, каких он сейчас существ пожертвует? Что полуночный жнец максимально себя выработал. Так скажем. Максимальную пользу принес. Ага. Он решил пожертвовать джудит. Окей. джудит. Дамаг. И видимо стража. Тогда нам придется ребята его адаптировать. Чтобы нам не пришлось жертвовать жабоящим. И мы себе еще и кричу найдем. Такая спокойная медленно размеренная игра против этой деки до тех пор пока он не насовершает ошибок. Раз. Два. Теперь нам придется пожертвовать существо. Окей. Я согласен на это. Блин. Вот декабит ремувала получается синий-зеленый. И вот такие проблемы у нас с кричами. И еще джудит. Окей. Вот так кстати теперь мы можем входить в атаку. А вот теперь не можем. И опера тянется. Давайте просто сыграем следующий. Тут уже я не вижу шансов для нас. Дека прямо огонь. Мне нравится. Очень. Так что наверное одно из следующих дек будет именно такая. Что мы можем здесь посадить? Давайте наверное погружение посадим одну штучку. Давайте наверное посадим пару вивиан и и и даже никакого противокричевого у нас ничего нету. Это могли бы мы посадить против дровли, но я не вижу в этом никакого смысла. Давайте так что мы можем убрать? Друиды инкубации нам я не знаю почему. Это кстати может нам помочь тоже. Давайте одного мистика. Вот таким макаром я попробую теперь сыграть. О какая говно. Ладно. Лужа. Поворнутая. свидетели естественно. Кто бы сомневался кто бы сомневался Мерфл давай не землю пожалуйста. Будь умничкой давай не землю. Уууу нормально. Так жидится забытых богов третий ход жудит. Давай. О мужик. Так ну че давайте лес давайте атака ну я думаю что мы тут слегка я по крайней мере не вижу нет нет не хочу создавать просто так для того чтобы пожертвовать это не я поражаюсь это просто идеально да угу компонент дал нам отсрочку зачем ну ладно давайте назначим каразиса да да дуна может затащить только биогенные слизи если мы будем каждый ход создавать токена и жертвовать его и ход передадим это наша единственная надежда вот по крайней мере как я это вижу но оппонента тоже ремовал поэтому это нам может и не спасти да еб как это шикарно это просто вот goldfish раздача и ничего лишнего самая лучшая раздача выглядит именно да 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 что нибудь еще я знаю теперь есть конечно и так ну что я думаю поставим лужу сделаем себе слизь и даже может быть не хотя этого хватит сход передадим хотя может быть и стоило бы сходить вот так а тейса прекрасно 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 пока что пока хотя бы пока что ждет нет еще иначе это было бы вообще просто грустно ну и ну и мана я смотрю красная нет что ты хочешь оппонент от меня что ты сука хочешь вот и красная мана так сейчас могу жертвовать краситься я думаю и на следующий ход еще поставим краситься ничего не стал делать это странно ладно давайте тогда сходим в атаку по воздуху на два я планирую что может быть мы даже сможем убить хотя вряд ли на следующий ход если только оппонент не наделает никаких глупостей давайте тогда еще краситься поставим уже на 4 отгеним все два хита которые нам забрала жрица забытых богов давай оппонент что у тебя есть конец хода биогенная слизь естественно качается качаться что-то поинт задумался окей так вот сейчас по идее должна выйти джудит на сцену у нас не хватает одного дамага чтобы на следующий ход убить оппонента оу что происходит что такое что-что-что-что происходит ты портишь все мои планы так 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 ну трех токенов мы заблокируем однозначно нам пройдет на 8 не страшно пока страшно то что поинт покинет 4 это страшно ну давай он думает кем бы еще пойти вот так пускай думает и тейсы окей так что тогда давайте токена под токена и под тейсу вот так вот нам пройдет на 10 мы будем в 8 хитах оппонент погенит 4 и будет 17 окей что-нибудь еще а не понял а вот так у всех есть цепь жизни окей у этих тоже кстати есть цепь да подробуй миллиард карт пожертвуйте существо хорошо у тебя у тебя просто миллиард карт на руке надо что-то играть соответственно если ты не хочешь обосраться 15 блюстительница орзов не вопрос еще одна ладно тогда давайте мы в свою очередь теперь сыграем дикорастущего штуна сыграем древолаза пока что на топ дек я хочу чтобы у нас все были здоровы и теперь эту же карточку только на кладбище только на кладбище и ход перед один да таким у нас стали побольше теперь если понятно нет джудит или героического подкрепления что вряд ли то у нас есть все шансы затащить все всегда против нас поэтому у нас шансов нет сколько мы можем внести следующий а вот и героическое поскрепление привет так все все не пошло окей давайте вставать туда блок раз два три и вот так вот 4 нам проходит остальное нам не проходит да да а нам проходит 8 окей окей эти же еще пидеры оппонент генит себе 10 кто-то становится 25 дэмэдж дэмэдж может его пожертвовать а ты пожертвуя да а 27 окей теперь вопрос сколько мы сможем а мы сейчас потеряем одну кричу сколько мы сможем пронести дамага давайте посчитаем 4 плюс 5 9 12 плюс 3 15 плюс 5 недостаточно хотя может быть сейчас посмотрим да может быть сейчас посчитаемся а да пускай будет давайте теперь считать ребята 4 плюс 5 9 этот поджертв поджертву пойдет 4 плюс 5 9 плюс 5 4 плюс 5 9 плюс 5 все уже 14 плюс 6 25 дамага мы можем черти не хватает что делать ребята давайте наверное сходим все таки вот да только кем давайте сходим в атаку все таки сходим токенчиком и наверное шатуном вот так тем может шатуном и не стоит я пускай будет расскажешь так и все на 5 окей тут легли два токена с флайнгом и давайте теперь еще давайте обьем конец хода ребята так ну ладно его четыре токена да и нам семь входит без маски а пожертвуйте существу хорошо что то я не то делаю ребята что то я не то делаю ой это хорошо там шесть входит без маски удвольте количество жизней а если я не хочу я понимаю что это круто но если я не хочу вот не хочу и все это я так понял ты меня так решил добить но я же не просто так играю мистиками а он мне пишет хорошая партия типа он меня убил я так полагаю давайте подобного встанем что нет я в двух есть чем меня дожарить покажи мне а ну да действительно есть да хорошая партия действительно ох одного хода мне не хватило одного маленького хода я бы убил ну ладно зачем тогда была игра гневка ладненько ребята давайте попробуем следующую наш оппонент ходит первым и меня бы это устроилось чтобы у нас вместо мелодии была бы земля а так пересдача сейчас вообще нет земли õмммммits см heaven я думаю что он с ума мульгайнцебте придется еще раз 1 Bre mystical Ладно Черт с тобой Попробуем выиграть с пяти О, шатун это очень хорошая карта Особенно при этой такой раздаче Но земля мне нужнее Извини Ммм, мирор Мирор ли? Сейчас мы это выясним Очень похоже Давайте будем это выяснять и дальше Че за глюки? Че сегодня с интернетом? Да ёптвою Нормально Че там еще не флипнулся? Не флипнулся, нет? Ужа В атаку Достал виду У нас тоже я дурю эту инкубацию Это круто Давайте сходим в атаку Е-е-е-бальнику Давайте Развечиться Не, это на кладбище Однозначно О, лесок Нормально Это как раз для Контерспелла Само то Ну че? Я четыре мана Будь мужиком Решил не быть Ну ладно Давайте тогда просто в атаку сходим Подождем У нас есть, в принципе, ремовал Если этот друг решит хер адаптироваться У нас есть Контерспелл Я думаю, как и у него Давайте атака На пять Посмотрим, что у него есть И конец хода Че у тебя есть? Что у тебя есть? У меня вон врата есть Круто же О, бля Это зултай Пиздец Пиздец Эмм Нет Вот такого я не ожидал вообще Отконтрить говно Ееееееее Ха-ха-ха Мулиган до пяти решает Круто же Так, это зултай, ребята Есть повод Стоп, удобствуйте Ремовал Точнее, ремувал Свивеном Так Че нам не надо? Разрушение симиков Не вижу смысла никакого Это умирает очень легко Чарующая мелодия Пригодится В принципе можно одного мистика убрать Одну инкубацию Вот так вот, так нормально Так по мне, давайте попробуем Ключевое Сейчас получается просто синий-зеленый агро Такая с контерочками С небольшой завязкой на ней С четырьмя картами, которые с ними завязаны Ооо, нормально Третью землю и мы будем просто В шоколаде Я буду в шоколаде Вы-то не знаем, будете ли в шоколаде А я буду в шоколаде Потому что третья земля дает нам прирост к шатунам Титул Ура Итак, брата Ходи, пидор Ой Ты опасный Хм, интересно Ладно Давайте лесок Из леска В шату Давай Тель лесок Из леска В шату Ход передадим И в маке поедим Эй Не в тему Хуйня, да, получается? Вот это да Вот крайзис Но ничего Пойдем туда Остров Еще Шатун Ну что за тупняк С интернетом Сегодня Это потому что Джина Дом 2 смотрит Сто пуду Он просто Весь эфир портит Он влияет на Wi-Fi Правда это? Заказный ученый О, Чупакабра Ну ладно Затапанного не хотела, да Он теперь уже внес По самой гланды Ну давайте Мертвого Влаз Так у нас хорошая рука была такая Блин, взял все, раскидал Сволочь Аааа Еще земля Куда еще земля На, сука Жди, граби Хочешь, есть скорпион Вкусный Так, пятая земля Что это значит? Что это может значить? Повернуть в прах Это значит Повернуть в прах Нах Вопрос Оставить ли ты себе Чарующую мелодию До чего-нибудь Более такого Этакого Или нет? Давайте пока Пускай Пускай поваляется Можно кстати Вестника поставить Че бы и нет Он 2-3 Он в принципе Под Чупакабру Встает нормально Окей Скажешь Мне это Существо было Сейчас не критично А вот это критично Вот это критично Это, сука, критично Вот это мы сейчас Заберем Так Конвертируем На стоимость Все Трешку Трешку просто Я готов Отдай Спасибо Спасибо Еее Еще кстати Одна земля Мы сможем Адаптировать Друида В свой В свой Это будет круто Если он сейчас Белую поставит Это растань Я буду просто в шок Прикольно Ууууу, какая няжа Какая няша Привет Привет Вот это няшечка Вкусняшечка Вот это мне нравится А еще мне нравится то, что он Неблокируемый сейчас Будет, возможно Нет, то что я его адаптирую Это 100%, вопрос в какой момент Итак Если он боится в Чупакабре Значит он хочет убить моего стража Он не пошел в Чупакабре Значит рему ваута у него и нет на руке Где вам отсюда такие выводы А, смотри-ка, есть Тогда бы я шел в Чупакабре в атаку Ну ладно, это чисто его выбор Уууууу Какая Хорошая карта Давайте-ка ее сыграем Че там, минус 2, минус 2, стопудов Да Тогда бы он спас Чубака бы Зачем Я не устаю Укать просто У меня вот эта игра Одно у до у Ну что Оппонент Ты считаешь что у тебя все еще есть шанс Я считаю что у тебя тоже есть шанс Мы оба так считаем И поэтому мы оба крут Ну а в следующий ход Потому что в этот ход Вивьен Рид Убивает Мазафан Вот она до хера все сказала По английски я перевожу Вдохни сучка Так друйт инкубацией пусть встанет Чего бы не отцать Мне он нравится Он такой Зая Хотя по моему это делка Снова Не будем вдаваться в такие подробности Я на 6 На следующий ход если я адаптирую друида то на 9 Оау земля Давай все минус 4 Минус 4 Минус 4 Мощно Надо было бы да да Это было бы круто Финалити сыграть Ну, по-моему, там файнд, да. Что-то типа этого. Что, убьем? Наверное, кразится? Логично. И так. И так, и так, и так. Что у нас там на топ-деке лежит? Что это за херня? Ладно. Ничего не поделать. Давайте атака. Атака. На два. Да на два, ну, прими ты. Будь мужиком, прими свою участь. Так, теперь давайте адаптация. Круто. Теперь страж зала. И, а то же, адаптация. Ну, круто же. Не ходи. Ну, че там у тебя? Че там у тебя? Че, 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 че. Вот рассудка. Окей, мэн. Ну, ты умер, да. Хе-хе-хе. В любом случае, я его убиваю вилен. И прохожу. Соживон. Все нормально. Все норм. Эх, ребята. Надеюсь, вам было приятно смотреть это видео. Мне было приятно играть его. И записывать его для вас. С вами был Дима. Всем удачи. Всем пока. И хороших топ-деков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok